Развитие физики в 17 веке началось с механики. Первым был Галилей. За ним пришли Декарт, Паскаль, Гюйгенс, Гук и многие другие. Но цельной наукой, претендующей на описание любых движений, классическая механика стала в работах Ньютона. Впрочем, сам Ньютон говорил, что он сделал так много, потому что стоял на плечах гигантов. Величайшее достижение Ньютона состоит в том, что он создал математический язык, позволяющий описывать движения взаимодействующих тел, и указал физические законы, которым подчиняются такие движения. Сам Ньютон сформулировал свой первый закон так. «Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние». Этот закон обычно называют законом инерции. Чтобы представить себе действие этого закона, посмотрим на человека, вышедшего на гладкий лед. Если он стоит неподвижно, ему будет очень трудно разогнаться, а если он движется, ему будет столь же трудно затормозить. Он затормозился только потому, что на него действует сила трения, а если бы трения не было, он так бы и скользил, не останавливаясь. И наоборот, если мы видим, что тело покоится или движется прямолинейно и равномерно, мы можем сделать вывод, что векторная сумма действующих на него сил равна нулю. Вот грузик, висящий на пружинке. Он покоится. Следовательно, сумма действующих на него сил равна нулю. Какие же силы на него действуют? Во-первых, это сила тяжести, направленная вниз. Во-вторых, это сила упругости пружины, которая в точности уравновешивает силу тяжести. Теперь посмотрим на кораблик, который плывет по реке. Если он движется прямолинейно и равномерно, значит мы опять имеем дело с равновесием сил. Направленная вперед сила тяги, создаваемая грибными винтами, уравновешивается силой сопротивления воды, направленной назад. А сила тяжести, направленная вниз, уравновешивается выталкивающей архимедовой силой, направленной вверх. Сделаем еще один опыт. Возьмем цилиндрический неодимовый магнит и бросим его в дюралевую трубку. В трубе магнит падает неожиданно долго. Запишем зависимость положения магнита от времени с помощью ультразвукового датчика перемещения. Видно, что магнит движется внутри трубы с постоянной скоростью. Это означает, что сумма действующих на него сил равна нулю. Какая же сила уравновешивает силу тяжести? Может быть это сила трения? Посмотрим на трубу сверху. Видно, что падающий магнит почти не касается стенок, так что трением здесь явно можно пренебречь. Все дело в том, что движущийся магнит наводит в стенках трубы круговые электрические токи, которые взаимодействуют с ним и его тормозят. Такое устройство так и называется магнитный тормоз.